Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Коммин Бай. Сейчас мы производим монтаж дымохода для газового турбированного котла. Дымоход для газового котла будет вон в том углу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы его увидеть. Но видео-то будет посвящено не дымоходу для газового котла, а вентиляции, а точнее кровельным аэраторам. И этот вопрос касается не только кровельных аэраторов. Это проблема, это реально проблема, которую надо решать на стадии проектирования, на стадии строительства. И на объекте, на котором я сейчас работаю, это объект, это мой подписчик, который следит за моими работами, следит, как я работаю. И он подошел ко мне и говорит, Дмитрий, капает конденсат. Он будет капать, никуда вы не денетесь. Конденсат на вентиляции, на любых трубах, он всегда образовывается. Проблема в следующем. Это появление конденсата на вентиляционных трубах, на любых трубах. Вот это три кровельных аэратора. Вот у нас раз, вот этот второй кровельный аэратор. И дальше у нас стоит кровельный аэратор. У всех у этих кровельных аэраторов образовываются вот такие лужи. Вот это раз лужка. Здесь вот она, видите, это два. И пойдемте, третью покажу вам. И вон третья луж. Никуда вы не денетесь от конденсата. Вы можете уменьшить его количество, но вы от него полностью не избавитесь. И сейчас вам приведу камеру, покажу вам, как это красиво капает. Ну давайте, самого крайнего. Вот у вас раз капелька. Вот у вас два. Капелька. Ну и пойдемте, мы все-таки добьем третью капельку. И вот еще одна капелька. Как с этой проблемой можно бороться? Все элементарно. Мне часто задают вопросы по вентиляции. Я не вентиляционщик, потому что очень-очень много нюансов, очень много проблем. Поэтому эта тема в интернете и в ютюбе, по крайней мере, она свободна. Эта ниша свободна. Вы можете, если вы вентиляционщик, если вы профессионал, вы можете начинать работать. У вас подписчиков очень много появится. Потому что очень много особенностей. Да, очень много. И бывают даже проектные организации, которые делают проекты, запускают их и потом не работает вентиляция. Несмотря на то, что всегда делаются проекты с запасом. Это проблемная тема. Это тема, на которую можно очень много разговаривать. И, ну не знаю, пока что я не встретил профи именно вентиляционщика на ютуб канале. Если он есть, если он смотрит, может быть, мне посоветуете, ну, мне было бы интересно. Потому что эта тема довольно интересная. Но, к сожалению, за эту тему люди не хотят платить. Потому что считают, что просто вывести трубу на улицу и все, на этом все вопросы закончатся. Нет, вентиляция это очень серьезно. От вентиляции зависит ваше здоровье и климат, микроклимат именно внутри дома. Потому что вы там проводите очень большое количество времени. Ну и смотрите, как с этой системой можно бороться. Ну, во-первых, вот этот переходничок, там дальше стоит пластиковый такой переходник. Не важно, какого производителя, вы должны понимать, что практически у всех у них есть такие гофры. Гофры, они где-то полметра идут, где вы потом можете выйти кровельным оратором. Влево, вправо, неограничено. Вот эта муфта идет, она также идет минусовая. То есть здесь по конденсату. То есть производители не дураки, когда собирают систему по конденсату. Не по дыму, еще раз. Даже эта вентиляция, она должна также собираться по конденсату. Не говоря уже про дымоходы. И дальше здесь что делается? Просто ставится тройник. Один тройник для подключения, ну и второй тройник, конечно, я всегда рекомендую делать для прочистки. То есть упирается два тройника в пол, и потом заводится гофра. Вот у нас вот этот пластиковый короб 1. Не знаю, наверное, 50 на 100. И вводится сюда, через систему. Потом конденсат, который будет появляться, он будет стекать весь тройник в нижнюю точку. Ну, конечно, не забывайте промазать герметиком, для того, чтобы потом не появилось все у вас на доске, на брусе, либо там на USB, ну, на любом половом покрытии. Поэтому ставьте все через тройники, ставьте систему по конденсату и делайте прочистные карманы, для того, чтобы можно было обслуживать. Я надеюсь, это видео было полезно. Всем хорошего настроения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok